Как остановить экстремистскую идеологию, ведь ей на пути не поставишь забор из колючей проволоки? Сегодняшняя новость – приговор по громкому делу в Дании. Там школьница, влюбленная в радикального исламиста, насмотрелась видеороликов исламского государства и зверски убила свою мать. Светлана Чабан с подробностями. Эту голубоглазую блондинку в школе все называли домашним ангелочком, но никто представить себе не мог, что 15-летняя Лиза Борч, закрывшись в своей комнате с наслаждением сутки, и напролет смотрит, как исламские террористы казнят заложников. Только мы знали, что Лиза увлекается исламизмом. На него ее подсадил ее первый парень, он был из Сирии. Когда он уехал к своей семье в Швецию, Лиза нашла другого, 29-летнего Абдулу в лагере беженцев из Ирака. Родные рассказывают, что именно Мухаммед Абдула, бойфренд Лизы, первым показал ей кадры жестоких убийств. Девочка все время пропадала с взрослым иракцем. На всех фотографиях они были вместе. Матери Лизы это очень не нравилось, и она попыталась запретить дочери встречаться с исламским радикалом, но бесполезно. Мы пытались доказать, что Лиза не виновата. Она полностью находилась под влиянием Абдулы и действовала по его указаниям. В тот вечер Лиза с матерью страшно поругались, и в какой-то момент домашний ангелочек схватил нож и ударил на им свою мать. 20 раз. То, что Абдула присутствовал, при этом доказывают отпечатки его пальцев на месте преступления. Я потребовала, чтобы им дали максимальное наказание. Суд пошел мне навстречу. И в итоге Лиза Борч отправится в тюрьму на 9 лет, а Мухаммед Абдулла на 13. Затем его вышлют из страны. А еще они заплатят отчиму Лизы, ее сестре и брату, 40 тысяч евро компенсации. Эксперты говорят, что Лиза Борч – это классический случай вербовки европейских женщин экстремистами исламского государства. Только в этом году уже тысячи подобных случаев. И именно по этой схеме едва не сбежала в ИГИЛ московская студентка Варвара Караулова. Параллели определенные с историей Варвары Карауловой. Варвара Караулова хотя бы свою семью не хотела убить. Если бы семья ей препятствовала, может быть, могло случиться и так. Самое страшное в истории с датской школьницей – то, что, зарезав мать, она совершенно спокойно сама вызвала полицию. Когда стражи порядка прибыли, они нашли Лизу, сидящую на диване и невозмутимо играющую в стрелялку на своем телефоне. Примечательно, что соседи Лизы, несмотря на такие, казалось бы, шокирующие, жуткие детали преступления, услышав сегодня приговор, стали защищать девочку. Они уверены, что ее стоит отправить не в тюрьму, а к психиатру. Ну, как и в других похожих случаях, о которых ты упомянула, окружающим сложно поверить, что, казалось бы, знакомый им человек может так сильно измениться. Да уж.